По данным близкого комиссии источника, пишет коммерсант, 3D-моделирование показало, что самолет взлетел в штатном режиме. Не терял скорость, не попадал в штопор и вообще не падал. Примерно через минуту после отрыва от земли он набрал высоту около 250 метров и скорость 360-370 км в час. А сразу после этого на борту стала стремительно развиваться нештатная ситуация. Командир экипажа фактически перевел машину в режим посадки. Самолет, как показало моделирование, в течение 10 секунд до самого столкновения с водой снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика. По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. В Минобороны изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом. При этом в ведомстве отвергают версию о возможной ошибке экипажа. Во всех сообщениях Минобороны многократно говорилось об опытности и безупречном послужном списке членов разбившегося экипажа. Напомню, самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и общественный деятель Елизавета Глинка, она же доктор Лиза. Всего 92 человека.